Всем привет! Всем привет! У нас настал день Икс. Сегодня Даша что делает? Идёт в первый класс! Идёт в первый класс! Первый раз в первый класс! Во сколько ты сегодня встала? Откуда я знаю. Она встала вместе с папой. Он сегодня работает без дома. Home office. Потому что мы потом пойдём все вместе в школу. И Даша прямо вместе с ним в 6 утра встала. Я осталась ещё спать часик. Сейчас у нас около восьми. Нам первый раз в первый класс в 9 утра. Так, чтобы все выспались. А все такие волнуются, что прямо спать не могут. Спать хочется? Вообще ноль. Ну хорошо, я надеюсь тебе хватит твоей энергии. Потому что Даша сегодня два раза в школу. Сейчас мы пойдём соберём сумку. Потому что нам пришёл лист, что надо с собой в первый день взять. Так, пойдём вниз. Заодно достанем твой портфель. Так, тут написано. В первый день нужен рюкзак без карандашей, без пенала, тапочки и фартук или старую рубашку. Ну, рубашку. И если спорт, у тебя не сегодня спорт, так? Тогда надо рюкзак и одежду и обувь с белой подошвой, чтобы не оставляло отпечатки на полу. Подожди, открой сначала рюкзак, посмотри, что у тебя там. У тебя там наверняка есть карандаши. Всё, всё, что надо. Да, но сегодня пенал остаётся дома. Пока. И это тоже. Ну да, это же для спорта. А это одеть для книжек. Да. Так, что нам надо? Тапочки. На лапочки и фартук. На лапочки и фартук. На лапочки и фартук, да? Возьмём такой? Да. Ага. Классный. С индигеношкой, как я леплю. Да. Ой. Да, вот тут ещё кармашек есть. Если он будет грязный, принесёшь его домой, я постираю. Хорошо? Но он, конечно, чуть-чуть. Ты его должна вот тут поднять, вот так сделать как бы складку такую с двух сторон. И индигеношек пока уже. Да, от единорожки только ушки-дорожки. Всё. Как его складывать? Давай я сложу? Давай. Ну, давай. Надо покушать. Я не хочу покушать. Надо. Давай хотя бы чуть-чуть чего-то сладенького, а то ты мне там ещё в обморок упадёшь. Только один кусочек. Нет. Всё. Нет. Ребёнок не хочет есть. Она волнуется. Я волнуюсь. Я волнуюсь. Джеймс волнуется. Все волнуются. Все ждут, не дождутся, да? Почему? Потому что. Для нас это для всех первый раз. Твой первый класс. Первый класс. Знаешь, вот такой первый класс. Да, первый. Да, первый. Даша, что тебе дать? Воду. С собой. О, точно. Воду. У нас есть бутылка для воды? Нет. О-о. А я где-то увидела. Я сейчас пью. Точно. Дашина бутылка, у неё есть такие, знаете, от наборчиков. Вот как они идут, там коробка и бутылка. Она уже две упала на пол, треснула и вода затопила садик. Точно. Это нам надо будет купить одну такую специальную бутылку. А сегодня будет самая обычная, маленькая, с крышечкой. Есть? Есть. Даже с водой. Так, Дашин, я вообще не знаю, надо им сегодня давать, потому что вы в 9 идёте, а у вас как бы в 9 перекус. Я даже не знаю, будете вы есть или нет. В общем, что у тебя? Яблочко, виноградик и печенюшки. Буковки. С бутылками, да? Да. И циферками. Восемь. Семь. Восемь-всемь. Папа предлагает взять с собой яйцо. Да! Яйцо тоже? Зачем тебе, Даш? Ты реально будешь яйцо есть? Нет. Ты можешь его взять с собой? Но тогда я тебе завтра сделаю сэндвич с мясом. И можно взять с собой яйцо. Хорошо? Нет. У нас просто... У меня, по идее, были такие печенюхи. Даша, папа, тебе ещё что предлагает? Да! Чтобы сразу тебя за километр было слышно по запаху. Бутылка воды. Теперь это всё можешь паковать к себе в рюкзак. Дашин любимый сырок. Как он называется, Даша? Киндакей. Нет. Киндакей за это вы ему придумали название. А вообще он называется... Блин, у меня в самой сейчас блэкаут. Киндакей. Киндакей. Я люблю. Киндакей. Киндакей. Что ты думаешь? Да, да, да. Я люблю. Гениально, да. Гениально. Да. Всё теперь. И сейчас? Сейчас упаковывай это в рюкзак, и потом пойдём. Сегодня, кстати, у нас что? Самый классный... Самый классный аплодиад! Сегодня, ровно месяц назад, мы что сделали, помнишь? В Молдовии. То, что ты очень сильно хотела. И то, что блестит у тебя на лице. Что? Серёжки. Серёжки. Сегодня можно поставить настоящие серёжки. Да? Я так здесь наделала. Да, суперскоростная девчонка. А, кстати, бутылочку можно сюда поставить? Ну, конечно, это же для неё специальное место для бутылочки, да? Чтобы у неё свежий бутылок был. Да. Идём сначала заплетёмся, Душуль, почистим зубки, а потом уже всё остальное. А я этим временем буду зубки чистать, а мама будет мне заплетать. Да. Где мы всё наружу? Канал и чин. Давай, когда мы пойдём, мне... Скоро уже. Скоро уже, чтобы ты так ушёл. Хорошо. И мне вот такую специальную шёстку. Вот такую вот лекарь. Лекарь. Потом тут надо ведь давить. Это вперёд, это назад. И потом, когда я сюда. Эта шёстка будет. Можно потом причесаться. И можно, я вот, лекарь, всё смотреть. То есть, тут работ. Буду помогать. Мама, есть лекарь, всё смотреть. Кстати, классная штука. Ну, это типа так. Можно я такое складываю даже. И потом сумочку. И мама, если займайся в сумочке. Мои серёжки. Да, кто их тебе подарил? Бабушка Аня. Это твоя кто? Прабабушка называется, да? Прабабушка? Да, так она называется. Официально, да? Но мы её все называем бабушка Аня. Так? Это моя бабушка. У меня от моей прабабушки тоже есть золотые серёжки. А сейчас мои. Да, а теперь и у Даши. Как хорошо иметь прабабушек, так? У меня тоже серёжки. Они такие. Там шарик такой, как бы, внизу. И палочка в ухо. Наверное, тогда такие были у всех. Много-много лет назад, так? Кстати, я говорила, что Даше сзади ставлю такую, как силиконовую штучку, чтобы не кололо ухо. И один день, в один день она просыпается, и смотрю, как-то серёжки вдавлены слишком в ухо. И она ничего не говорит, оно ей не болело. Но они очень сильно, как бы, вдавились в ухо из-за этой силиконовой штучки, потому что она была очень длинная. Потом я её сняла, и просто эту металлическую заднюю часть оттянула почти на самый край, там пока она цок не сделала. И вот так мы проходили, так? Ну вот уже... Будет больно или нет? Скажешь сейчас. Первую какую мы возьмём? Вот эту. Сейчас мы её продезинфицируем, и ты её будешь аккуратненько держать. Вот тут держи, нет, вот тут держи за... Да. Главное не за ту палочку, которая в ухо тебе придёт. Угу. Так. Всё. Упс! Уже зашла в ушко. Ты в силик. Вон, посмотри в камеру. Видишь? Не-е-е-е-е. Давай теперь вторую руку. Я не могу не вериться больше. Не вериться? Наконец-то дождалась, да? Даша, новая дорога. Да? 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 Пока-пока. Привет, школа. Вот она школа. Уже кто-то там есть, смотри. Да? Да? Солнце светит, да? Людей много. Познакомились с твоей учительницей, да? 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 Ну-ка, все хорошо. Это engraracaken, но я уже уже valuationралах. Вон, 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 вон. Вон, вон, вон. Вон, вон, вон. А, это ваша доска, какая классная! Здравствуйте! 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 В shooters на disposal! Если вы сильный, то что выboxё silfish, то а то что стременно! Вы готовите、 пожалуйста, Shield Romanian! Поехали. Так, мы уже вернулись домой. Даша осталась в школе. Нас пригласили в класс к ним зайти. И они сегодня учили цифру 1. Это была такая интересная подводка. Дали пластилин, да, вот этот Play-Doh мягенький. Разрешили им выбрать. Там стояло у доски много цветов. Каждый выбрал себе коробочку, какого хотел цвета. И потом им сказали открыть, скатать из него шарик. И им дают карандаши в классе. И сказали подписать эти карандаши. У меня как раз есть такая этикетка, которую делает машинка. Можно будет ей хорошо подписать всё. И получается, что у каждого ребёнка один... То есть у всех детей одинаковые карандаши, клей. И что там ещё было? Цветные карандаши, простой карандаш и клей. И такая коробка толстая, картонная. И им, в общем, сказали этот шарик скрученный, да, смотанный. Поставить там перед коробкой, за коробкой, под коробку, слева, справа и лево-право. Я, например, сама путаю. Даша тоже этого не знает толком. Наверняка, да, надо долго думать. И потом, скорее всего, она не с той стороны поставит, где надо. И потом сказали из этого пластилина скатать колбаску и согнуть вот так в сторону, как будто цифра один получается. И потом это была подводка к цифре один. И на доске учительница показала, как там писать один, да, всегда начинать там снизу, вверх, вниз. И так интересно, я с Дашей как бы этим занималась, да, мы тренировались там писать. И вот какую книжку не возьмёшь, где-то единичка пишется вот так наискосок. Они, например, сейчас учат её писать прямо, то есть вверх и вниз ровно, вверх и вниз ровно, такая ровная ножка. В общем, я так понимаю, что даже вот у нас, да, я покупала в Молдавии книги, там писалась наискосок в одной, в другой тоже ровно. Тут тоже у нас какие-то эти занималки, развлекалки, да, тоже там один раз ровно ножка, другой раз наискосок. В классе они пишут ровно, да. Потом ещё было там задание соединим ёжика с яблочком. Один ёжик, одно яблоко, их надо было соединить. У гусеницы закрасить только одно звено, ну, в общем, такое. И в конце там три строчки написать цифру один, на две клетки они такие большие пишутся, и последнюю строчку написать дома. Даша её успела написать в классе, но не она одна успела, много детей, наверное, больше половины успела, потому что они в школе, ой, в школе, в садике это учили. И, видимо, это ещё в памяти свежо у них осталось за шесть недель каникул. У Даши в классе двенадцать человек, это маленький класс, в прошлом году в первом классе там было двадцать четыре человека, их всего у нас в школе, да, два первых класса, и один, как бы, вводный класс, когда программа первого класса проходит за два года, да. Что ещё? Да, в общем, они прописали эту цифру один, перед этим тоже они писали цифру один в воздухе, на столе, на полу, в общем, ну, всякие такие вот, пошевелились немножко. Потом мы вышли все на улицу, и была такая приветственная часть от пятого класса, или шестого класса, вот я уже не помню. И они спели песенку, как бы, такую приветственную, потом завуч сказала пару слов, и потом каждому ребёнку учительница или учитель, да, вручали вот этот подсолнух и, как бы, поздравляли их с началом учебного года, с началом учёбы. Да, да, каждого вызывали по имени, жали руку, дарили цветок, в общем, так со всеми детьми. Потом они выстроились в... выстроились, и можно было их фотографировать, типа, на память, да, такое. Фотографируют, как бы, фотограф школы, и фотографируют родители, кому надо эти фотографии. Потом дети нам отдали цветы, и мы пошли домой, они пошли учиться. Даша уже сейчас сидела там, когда говорили приветственную часть, да, они сидели на ступеньках, она уже тёрла глаза, но она не одна была. Там было ещё пару детей, которые тоже засыпали. В общем, посмотрим. Сегодня у неё ещё после паузы, да, она в 12 часов приходит домой на час 45 дома пообедать, отдохнуть, и потом она ещё идёт в школу. Я не знаю, сколько там, час или два ещё, ну, в общем, сегодня у неё ещё после обеда школа, и не знаю, как она это выдержит. Я сейчас пойду покормлю кроликов, мне надо у них убраться, и потом я буду ещё тортик украшать. Я вчера спекла торт «Молочная девочка», смазала его. Кстати, у меня ещё два коржа осталось, два с половиной, но половину уже съели. Смотрите, какие коржи у меня получились. Они такие высокенькие вообще, я думала, они будут тоньше. Я видео нашла на ютубе, мне показалось, там они тоньше. Теперь понятно, почему не надо брать с собой никакие пеналы. Возможно, это пригодится в следующих классах, сейчас пока не надо. Вот мой торт. Вот шоколад, с которым я очень долго мучилась. Он никак не таял, никак не был достаточно жидким, и мне кажется, он сейчас ещё горячеватый. И сверху пойдут вот эти вот голубика по краю. Да, идея такая. Идея, которую я увидела с малиной, и подумала, мы всё делаем с малиной, хочу что-то другое. Так, потёки делать точно не будем, потому что я сейчас вижу шоколад горячий, а он стекать вообще не хочет, красиво. Сделаю просто край, и на него поставлю голубику. Потёки у меня вообще нехорошо получились, я вижу, что шоколад именно не такой. На видео, на котором я смотрела, да, как это делается, там вообще был шоколад такой какой-то чёрный, блестящий, а у меня коричневый, не знаю, какой-то странный. И причём написано, что это чёрный шоколад, а хотя нет, может это молочный, ну не важно. Всё равно, что-то тут не то. Так, в общем, вот так это будет выглядеть. Да, шоколад надо было мне попробовать раньше делать, как это получается, потому что я хотела ещё украсить вот так вот шоколадом, знаете, чик-чик-чик-чик. Я себе представляла в итоге, это всё пришлось снять и выкинуть, потому что оно ужасно выглядело. Там не было чик-чик-чик, были какие-то точки, порванные линии, некрасиво. Так, оно мне более-менее нравится. Теперь в холодильник и готовим шашлыки. Так, мы уже всё нарезали, начистили, теперь только соединяем. Лук, мясо, ананас, сало кусочек, бекона, мясо, бекон, паприка и ещё раз всё повторить. И в конце грибочек. Так, скоро 12 часов, у нас как бы облачно немножко, но очень жарко, и мы надеемся, что не пойдёт дождь. Я уже накрыла стол, сейчас придут дедушка с бабушкой, мы будем праздновать. Тут у нас готовится главное блюдо, первое и единственное. У огня вообще невозможно стоять, такая жара. Вжух. У нас ещё фритюрница греется. Так, будет картошка фри. Доброе. Медга yine р Mikрой. О, уж это еще завтра. Вам впервые. Да, да, уже впервые. А foul АПО зимов пристад没有. А сегодня, tela уже restack! А сегодня, trabalho episode. Неа, яйна. Вжух! А вы, растет. Думаю, когда ты теперь все первый�납 с наше 제가. Оно. О, что такое? Ты делаешь очень красивые дома, да? Это нет. О, что это? Легко, легко. О. Они любят книжки для книжек, как красиво они выглядят. Только это и готово. А, это хорошо. И что это такое книжечки? У меня нет. Л, или? Я имею... Я имею... Если книжки красивые, ты получишь еще красивые. Л. 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 Сейчас тортик покушаем и потом сразу в школу. Хорошо. Ты уже хочешь торт? Один первый класс. Первый класс, да, давай. Нет, нет, режь прямо сейчас кусочки такие, какими ты хочешь угощать. Такой? Давай. Давай. Сразу давай кусочек, Дашулька. Ты до конца порезала? Ты до конца порезала, до низа? Да. Так, опи тарелку. Оооо. Оооо. Мало крема, наверное. Ооо. 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 А ну капельку, потом так ее переворачивать и потом тут трубочкой накрасить. Ооо. Ооо, вот так вы красили. Ооо, ясно. Понятно. Окей, сейчас продолжаем с подарками. Да. С подарками, да, тебе бабушка с дедушкой кучи подарков подарили. Давай. Короче, вот это вот так. Даша, Даша, а самый главный подарок какой был, который ты вчера хотела? И ты меня вечером спрашивала, если ты это получишь. А я забыла это организовать. Что? Ну вот это то, что там лежит упаковка. И мне подарили то, что я хотела. Да. Пакет такой, да? Даша меня вечером спрашивает, мама, а я завтра получу, ну вот этот шульчуете. А я говорю, ооо, а я как бы, ну в Швейцарии такое вообще не дарят. И сегодня пришли дедушка с бабушкой и подарили то, что ты хотела. И подарили то, что я хотела. Да, вот это был сюрприз. Так. Да, кстати, можно вот так вот делать. Дин-дин-дин-дин-дин. Можно, да. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. И потом дозвать. Да, можно. Давай еще что это у тебя. Окей, это книжечка на абазиночке. Да. На резиночке. Ага, и что в этой книжке? Окрываешь тут, тут такие, ну котиночки. Зоопарк. И тут наклеечки, можно наклеить что хочешь. Ой, ну подожди, души. И тут еще больше. Так. И тут еще больше. Подожди. Вот наклейки. Это книжечка зоопарк, да? Да. И тут все это надо наклеивать. Можем делать, так? Такая интересная, вырезанная тут. Ой, смотри, видела окошечки прикольные, да? Чтобы мы чуть-чуть подглядывали. Да, чуть-чуть подглядывали. Вот мы посмотрели сейчас вот такую вот книжечку какую-то. Я немножко посмотрела вовнутрь. Знаешь, что это такое? Да. Ага. Да. Тик-тик. Да. Вот тут это есть и это. Шульчуете, да. Пакетово. И это мне подарили сегодня. Да. Ты знаешь, что там? Что это такое? Ну, просто. Это книжка про первый день. Тут я немножко посмотрела. Ну, что тут? Можно писать, писать. Подожди, подожди. Тут, что самое интересное, это вот именно первый день. Это книжка чья, да? Ты подписываешь чья. И потом тут вопросы. Это я? Ну, ты пишешь о себе, там, день рождения, номер телефона и так. И тут фотография. Это я в мой первый день школы. И потом... Потом... Вот это было в моём шульчуете, да? В моём... В моей упаковке этой. Самый красивый подарок. Наверное, его можно нарисовать. Даша уже. Слегошки, конечно же. Ну, так мы их только поменяли. Ты их получила ещё давно. Слегошки и... И шульчуете, да? Так выглядит мой рюкзак. Можно разрисовать. Это мне надо как ученице. Что тебе там надо? Ручки, карандаши. Подожди, 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 подожди. Да, это как со мной случилось в первый день, наверное, что вы читали... Ой, писали, да? Вы сегодня писали циферку. Конечно, можно нарисовать. Да, это был самый классный момент дня. Тут тоже можно написать, нарисовать. Вот так я иду в школу. Надо выбрать, что тут надо, да? Не знаю, самый классный момент. Да, про мой класс, как он называется, как зовут учительница. В общем, тут всё-всё-всё про этот день. Очень много моментов. Можно какие-то фотографии. Фоточки. Да, тут можно фотографии. Это вот как раньше были такие, да, пластиковые. Сюда можно поставить фотографии. А, это только бумажечки. Да, это бумажечку ты достаёшь, а фотографию ставишь. Классно, да? Да. Два книжки, ручка, перфель и... Да, пенальчик. Там пенальчик, да? Да. Здорово, так? Там хранятся штуфты. Ручки, там хранятся ручки. И потом ещё вот тебе такой, ой, пакет, да? Рюкзак от КОП. Омиопии организовали. Их всего, как дают, десять тысяч. Но это надо успеть себя зарегистрировать на сайте и надеяться, что ты попадёшь в это количество. И вот в этом году омиопии попали и отдали Даше всё, что там было внутри, да? И уже огромная часть съедена. А они просто дают это? Это просто дают. Когда мне надо деньги взимать, а люди делают это внутри, что ли? Ну, это идёт прямо так сразу из магазина. Да, это такие подарочки, сюрпризики, да? Что ещё? Там была целая куча всего. Окей, это мы посмотрим. Вот это вот. Да. А сейчас сделаем вот это вот. Ну, это мы всё пробовать не будем. Ты можешь это всё брать с собой в школу. Потому что это специально считается рюкзак для школы. И это значит, что всё это можно брать. Я хочу вот это вот взять с собой. Да, хорошо. Это нельзя, потому что оно сладкое. А, это сладкое, да. Сладкое нельзя. Можно только полезнее. А вот вы не гадики. Дождик идёт, а солнышко светит. Солнце светит, дождь идёт. А будет рада. Да. Вот это всё и ещё больше, да, было в этом... Ой, стой осторожно. Просто уже самые яркие пакеты хотелось открыть и сразу попробовать, так? Да. Да, это вот то, что осталось. Это мы всё потом покажем. А, вот эта Ямаду тоже была вот тут, так? Да. Потому что это всё одна фирма. Эту бутылку как раз можно будет завтра взять с собой в школу. Раз мы без бутылки. И туда будет искупить. Да, и будет вкусняшка. А там хочу сок. Да. А тут ещё и этот клей был. Это тоже классная штука. Ребята, сейчас ещё хочу немножко повязать. Я связала вот такой вот новый мотив. Тут семь цветов бисера. Это, конечно же, будет браслетик такой, да. Сначала мне он как-то не очень понравился, что ли, как это сказать. Я была не уверена, красиво это или нет. Я два раза меняла набор бисера, потому что мне не нравилось, как первый набор лежал. Да, то есть я провязала кусочек вот такой вот. И увидела, что оно не так, как мне хотелось бы. Я его распустила, поменяла набор. Сейчас до шулик. И связала вот такой. Теперь он мне нравится, как он выглядит вообще. Он уже лежит пару дней. Я хочу ещё зелёный отвязать и собрать их в браслетик. Зелёный я тоже уже придумала, как будет выглядеть. Пока это только вот такой вот кусочек. Тут зелёный, тёмный, зелёный перламутровый, зелёный обычный бирюзовый вот такой. Оливковый. В общем, зелёный прозрачный, зелёный матовый. Всего тоже семь цветов. Вот так вот они выглядят. Я их постараюсь поближе поставить. Покажу вам, как они будут в итоге выглядеть. Так, сейчас я уже себе тут набрала бисера ещё вчера и хочу отвязать. Спасибо, что были сегодня с нами в такой значимый для нас день, да? Первый раз, первый класс. На этом мы с вами прощаемся. Даша тут всё собрала, все сладости назад в пакет и вот завязывает. Так классно всё время разбирать, так? Мечта сбылась, да? А я тебя, а ты мой подарочек, а ты мой пакетик. Спасибо за внимание. Мне надо ещё вот так вот. Тебя спрятать надо? Давай воздушный поцелуйчик дышать. Нет.